Здравствуйте, с вами снова Татьяна Бейко и сегодня покажу такие крафт, как бы новинки, не знаю. Это губка, приклеена на деревянные брусочки, получаются разные диаметры. Краски буду использовать жидкий акрил, это черри, ярко-красная, сиена жженая, белая и также флотин медиум. Это своего рода как вода, чтобы легче было и краску наносить. Вот посмотрите, какие красивые ягодки сразу делает, правда? Единственное, что я бы посоветовала, допустим, сиену жженую надо смешать сразу с красным, чтобы были намного потемнее. И также еще пурпуровый, вот было бы очень красиво именно начинать с пурпурового, фиолетовый и потом вот потихонечку добавлять, допустим, вот этот вот коричневый, потом коричневый с красным. Вот как сейчас я, допустим, смешиваю. Виноградинки именно вот так красиво смотрятся, когда они как бы вот переливаются цветом не одинаковые все, а вот именно разные. Ну, сейчас уже поярче. И так как я тороплюсь, не знаю, почему я так тороплюсь. Лучше всего, допустим, набрать краску осторожненько и также осторожненько вот приложить и потом повернуть. Вот тогда будут очень края тоже красивые и ровные. Можно, конечно, и даже лучше. Вот когда темные нанесли первый-то слой, пускай все это высохнет. Вот видите, как я сейчас быстро проворачиваю. А надо не быстро. Но тогда намного лучше получается. И вот так вот потихонечку слой за слоем тоже потом все светлее-светлее добавляют. Вот, а сейчас я на одну сторону белую краску набрала, а на другую красную. И вот когда вот такие повороты, и сразу получается как хайлайт осветление. С веточкой уже совсем по-другому смотрится. В общем-то вот как быстро, допустим, можно гроздь винограда, если вы... Это как раз вот к такому этому проекту, что рисовали, где создавалась паспарту, иллюзия паспарту. И там ваза с виноградом. Вот, пожалуйста, можно вот так вот быстренько набросать килограмм винограда. Ну, и последний там хайлайт тоже сделали немножко. Где-то можно опять утемнить, допустим, чтобы они все-таки очень хорошо, когда они вот немного разного оттенка. Спасибо, что посмотрели мое видео. Надеюсь, что вам понравилась эта идея. Возьмите на заметочку. И до скорого. Пока-пока. Субтитры сделал DimaTorzok